МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Народные новости в студии Никита Борискин. Главная тема сегодня. Кандидаты в депутаты. Региональные единороссы определились со своими представителями на выборах в Госсобрание и Городской совет депутатов. И днем, и ночью. Автобокзалы Саранской и Рузаевки переходят на круглосуточный режим работы. Детская реальность. Юные изобретатели проведут с пользой каникулы в техническом лагере. Искусство мордовского футбола. В Саранске открыта выставка, посвященная футбольному клубу Мордовия. Президент России вручил орден родительской славы семье Изубово-Полянского района Мордовии. Высокой наградой была отмечена семья Урсовых из села Шеренгуши. Ордена из рук Владимира Путина получили многодетные родители из восьми регионов страны. Глава государства отметил, что поддержка семьи, материнства и детства была и остается в числе безусловных приоритетов. Семья Урсовых приехала на награждение в Кремль в полном составе. Протеерей – отец Геннадий, настоятель храма святого архангела Михаила в селе Шеренгуши. Матушка Ольга преподает в воскресной школе. Супруги воспитывают семерых детей. Они занимаются музыкой, являются лауреатами различных конкурсов, активно участвуют в общественной жизни. Геннадий Урсов выразил президенту России благодарность за теплый прием и высокую оценку их родительского труда, а также за то, что он не оставляет без внимания многодетные семьи. Секрет семейного счастья Урсовы рассказали нашему корреспонденту. Подробный сюжет об их родительской славе смотрите 5 июня в вечернем выпуске Народных новостей. В минувшие выходные региональное отделение «Единой России» провело предварительные выборы. Таким образом, партийцы определились с кандидатами, которые будут бороться за место в Государственном собрании Мордовии и Совете депутатов Саранска. Подробности расскажут Вячеслав Кузьменко и Сергей Соколов. Перевыборы в Государственное собрание Мордовии проводятся в связи со смертью главного врача Республиканской клинической больницы номер 3 Сергея Коткова. В Совете депутатов городского округа Саранск также появилось вакантное место. Валерий Левин сдал депутатский мандат из-за назначения на должность уполномоченного по правам человека. Естественно, что региональное отделение «Единой России» будет бороться за то, чтобы эти места заняли представители партии. Из своих рядов партийцы выделили по три кандидата. И теперь, согласно демократическим принципам построения партии, провели предварительные выборы. Участвовать в них могли не только члены «Единой России», но и все граждане, прописанные на территории Центрального одномандатного округа. Это еще один, что ли, фильтр для того, чтобы в депутаты попали люди, которые будут очень полезны для работы в наших законодательных органах. Кандидаты от «Единой России» начали борьбу за депутатские мандаты еще внутри партии. Они провели дебаты, на которых высказали свою позицию. «На дебатах, которые мы проводили 15 и 22 мая, все граждане могли им задать вопросы. Они представят свои программы. И партии уже гораздо легче определиться, кого из кандидатов выдвигать на основные выборы, которые будут проходить 9 сентября. Это очень важно». «Единая Россия» проводит процедуру предварительного голосования не впервые. И она уже доказала свою эффективность. «Не секрет, что в каждой избирательной кампании очень много желающих стать народными избранниками. И, конечно, каждый кандидат дает очень много обещаний. И нередко бывает так, что избирается человек, и от этих обещаний ничего не остается. Партия «Единая Россия» в данном случае не просто для галочки это проводит мероприятие, а есть хорошая возможность из определенного числа претендентов остановить свой выбор на одном». Итоги предварительного голосования «Единая Россия» продвели в понедельник. За депутатский мандат Государственного собрания Мордовии будет бороться Владимир Руженков, а за место в Совете депутатов Саранска Сергей Киреев. Единый день голосования состоится 9 сентября. Вячеслав Кузьменко, Сергей Соколов. Народные новости. С рабочей поездкой в Саранск прибыл председатель Оргкомитета России 2018 Аркадий Дворкович. Глава Мордовии Владимир Волков встретил делегацию в новом реконструированном аэропортовом комплексе Саранска. Затем на стадионе Мордовия-арена состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие представители Международной федерации футбола, Оргкомитета России 2018, а также генерального заказчика и подрядчика строительства стадиона. Обсуждались вопросы готовности города-организатора к матчам чемпионата и операционной деятельности арены во время турнира. А кроме того, с рабочим визитом в Саранск прибыл министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев. Он также встретился в городском аэропорту с главой Мордовии Владимиром Волковым и руководством региональных силовых структур. Глава МВД России проверил порядок несения службы и условия проживания прикомандированных сотрудников в пункте временной дислокации сводного отряда полиции. Полицейские проживают в двух- и трехместных комнатах, оснащенных всем необходимым. Для занятий спортом имеются тренажерные залы с современным спортивным оборудованием. В завершении рабочей поездки глава ведомства и руководители региональных органов власти осмотрели стадион Мордовия-Арена и расположенный на его территории операционный центр. В Саранске открыли подтопляемый мост. Он обеспечит выезд транспорта на улицы рабочей из Химаша. Удобство конструкции заключается в том, что во время весеннего паводка перила убирают, а дорогу перекрывают. Как только уровень воды приходит в норму, мост вновь готов к использованию. Кроме того, новая конструкция позволит разгрузить другие городские путепроводы и магистрали. Наверняка многие помнят историю, связанную с мостом через реку Инсар. Когда-то городские власти малыми силами по советам знатоков пытались построить на этом месте временный переезд. Положили трубы сверху грунт, по весне его размыло. Теперь вместо сомнительных конструкций появился добротный потопляемый мост, которому весенние катаклизмы не страшны. Видите, здесь мы сейчас соединили татуаром улицу Рабочая. По сути дела, можно с улицы из центра и попасть уже на Химаш. Ну и рядом Экопарк. Есть татуар, можно на велосипеде, можно пишем порядком. То есть это очень-очень удобно и очень нужно. Мне кажется, вот наряду с большим проектом, такие проекты, как пешеходный переход в районе рабочий, они имеют такое большое значение, они большую пользу для вполне конкретных людей. Сметная стоимость работы составляет 58 миллионов. Мэр города Петр Тултаев благодарит рабочих за труд и руководство города за поддержку и понимание. Однако остались и проблемные места в городе, к примеру, улица Рабочая. Градоначальник честно сказал, что капитальные работы будут запланированы лишь на следующий год. Елена Сергеева, Владимир Надькин, Народные новости. Дарить радость и улыбки самым маленьким. Команда Народного телевидения Мордовии совместно с партнерами навестили воспитанников больше Березняковского дома ребенка. Для детей устроили настоящий праздник. Герои из мультфильма развлекали малышей и, конечно, никто не остался без подарка. Подробности у Кристины Марценюк и Андрея Просверкина. Самое любимое долгожданное занятие для малышей в теплую летнюю погоду – это, конечно же, прогулка. В доме Малютки и в селе Большие Березняки для этого есть все условия. Лес, чтобы дышать полной грудью, яркие детские площадки. Специализированный дом ребенка – место, можно сказать, уникальное и единственное в республике, куда направляют детей с самого рождения до 4 лет. Сюда поступают те малыши, которые оказались в трудной жизненной ситуации или остались без попечения родителей. Народное телевидение Мордовии совместно с Центром поддержки и защиты детства и Советом отцов Розаевского района устроили для малышей настоящий праздник. Собираемся, все пойдемте, 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 за ручки, вот так вот, молодцы. В роли добрых друзей – герои из мультфильма «Щенячий патруль». Они вызывают у малышей улыбки и смех, то, ради чего мы и приехали в дом ребенка. Для нас каждая поездка в Большой Праздниковский детский дом – это настоящий праздник, потому что есть возможность подарить отличное настроение таким маленьким деткам. Они нас всегда ждут, принимают всегда с большим теплом, всегда активно вовлекаются в игру. Люди разных возрастов и положений приезжают сюда довольно часто, чтобы устроить праздник чужим детям. Детям, у которых по каким-то причинам рядом нет родителей. И оказалось, что для счастья им порой нужно совсем немного. Самое главное – внимание. Дети, они ждут праздник и радуются подарком. Есть очень много добрых людей, которые оказывают нам помощь, приезжают на праздники, устраивают различные развлечения нашим детям. Дом ребенка организован по семейному типу. Сейчас здесь находится 30 малышей – маленьких и очень любопытных. Младший персонал и воспитатели – самые близкие люди для этих крох. Мы привыкаем, потому что когда дети возвращаются в семью, с одной стороны мы радуемся, что ребенок попадает в семью, но с другой стороны отдаешь частичку своей души. Потому что некоторые дети поступают в возрасте двух месяцев, а отдаем мы уже, когда ребенку, допустим, три года или четыре года. За это время к детям очень сильно привыкаешь. И, конечно, мы не могли приехать без подарков. Карандаши, ручки, краски, кубики – все, что помогает познавать этот мир. И еще многое, что пригодится для тех, кто только недавно появился на свет. И для кого это место – родной дом. Уже не первый год. Хотя таких здесь мало. Команда НТМ совместно с партнерами будет продолжать навещать малышей, чтобы вернуться в следующий раз с новыми подарками и новыми забавами для малюток. Кристина Марценюк, Андрей Просвиркин. Народные новости. Помимо поездки в Большеберезняковский дом ребенка и Международный день защиты детей, наш телеканал отметил и многочисловым телемарафоном. В нем ведущими были не только наши журналисты, но и виновники торжества – дети. Вместе со своими взрослыми, соведущими, они поговорили с гостями марафона и рассказали о своих увлечениях. О том, как это было, смотрите в следующем репортаже. Редакция нашего канала оживлена с самого утра. Журналисты на готове красивые и собранные. Они репетируют со своими юными соведущими. Дают им советы и делятся секретами успешного эфира. Куда ни посмотри, подготовка к марафону идет полным ходом. Вместе с детьми пришли их родители поддержать и увидеть дебют своего ребенка. Такие марафоны стали для нашего канала уже традиционными, но сегодня каждый из нашей команды отмечает, что он все-таки особенный. Ведь в прямом эфире на протяжении трех с половиной часов беседовать с гостями будут дети. Наравне со взрослыми, профессиональными телевизионными ведущими участвуют и совсем даже маленькие ребятишки. И участвуют действительно на равных, создавая ту важную ткань, тот нерв напряженный, яркий, интересный, который придает тот импульс, который мы хотели, чтобы он был в этом прямом эфире. 14 талантливых юных журналистов. Каждый из них пришел к нам со своим увлечением. Именно о нем и шла беседа в эфире. Кроме того, был приглашен гость, который также разделял интересы детей и уже с профессиональной точки зрения делился своими знаниями. Так, юный певиц Ангелине Асташиной в гости пришел финалист проекта «Новая звезда» Вячеслав Явкин. А как научиться петь самые высокие ноты? Ну, научиться самые высокие ноты петь – это такое трудное занятие, трудное дело. И оно достигается путем долгих тренировок. Когда мы занимаемся в музыкальной школе, мы имеем, так скажем, набор распевок, как тренировок у спортсменов, которые помогают нам достигать поставленные задачи. Артистка театра Лилия Ямбушев в гости пришла со своей любимицей, с йоркширским терьером по кличке Виля. Свой прямой эфир они провели вместе. Это порода терьер. Йоркширский терьер? Да, мини. Ей два годика. Она у нас чемпион России. Тут у нее даже есть грамота такая. Она у нас очень активная, очень энергичная и вообще красивая очень. Увлечения ребят оказались самыми разнообразными. Это и живопись, и робототехника, и актерская игра, и шахматы, и танцы. Список можно продолжать еще долго. Тот контент, который собирает марафон, это очень актуально. Это информационный поток. Мы видим сегодня, как сами дети задают вопросы. Насколько наши дети интеллектуальны, насколько наши дети креативны, насколько они логически мыслят. И именно это составляет интеллектуальный потенциал. Интеллектуальный потенциал страны. Сами юные журналисты от эфира в восторге. Мы поинтересовались, каково же это – быть ведущим и работать в прямом эфире. Прямой эфир – это немного как бы волнительнее, страшнее, чем уже запись, потому что тут все вживую, и потом уже как скажешь, так и будет. У меня остались очень положительные впечатления, но было немного страшно, и я волновалась, я долго готовилась. Но думаю, что все получилось. На самом деле, вначале было страшно, ну, то есть не страшно, а были волнения, а так потом уже со временем как-то вот под середину эфира, как-то уже стало, знаете, все равно, и так и нравилось, то есть впечатления были положительные. Мне очень понравилось. Все было очень быстро, ничего такого страшного не было. Было вообще просто супер. Больше всего мне понравилось, ну, больше всего мне все понравилось. Участие в марафоне стало ярким, положительным событием в жизни самих детей. Искренне надеемся, что эти впечатления и эмоции останутся с ними на всю жизнь и, возможно, помогут им при выборе будущей профессии. Юлия Мамаева, Денис Ноздрюхин. Народные новости. Менее двух недель остается до старта Мундиаля. Многие с нетерпением ждут начала этого спортивного события. Мои коллеги вышли на улицы города и узнали у жителей Саранска, что они ожидают от чемпионата. Город стал намного красивее, хотя он так был прекрасным, но все же узнает весь мир о нашем Саранске, о нашей Мордовии. Для города это классно, это здорово. Это, в принципе, праздник такого масштаба, вообще мероприятие такого масштаба, проводимое в городе не миллионники, не полумиллионники. Такого не бывало нигде. То есть, если посмотреть, практически все такие мероприятия проводят, только в очень больших городах, у нас такого не было. Ну, это здорово, это круто. В первую очередь, для народа, для нашего, показать нашу гордость. Все-таки, в первую очередь, на благоустроенность нашего города. То, что наш город все-таки является чистым по России. Развивается инфраструктура, это очень хорошо на самом деле, потому что без этого, я не думаю, что в Саранске было бы построено столько сооружений. Город как Москва у нас стало. В Москве, говорят, где-то не так, как у нас в городе. Город преобразился. Смотрите, какая красота, чистота. Уютно, хорошо. Нам плюс, как жителям города. Молет, поезд, автобус или автомобиль. Иностранные болельщики смогут добраться до города организатора Саранска не только на любом транспортном средстве, но и в удобное время. В связи с проведением Чемпионата мира по футболу, автовокзал Саранска и автостанция Розаевки переходят на круглосуточный график работы. Подробности далее. Рейсы по маршруту 117 в Саранск-Розаевка ходят ежедневно, причем каждые полчаса. Только и этого окажется мало, если в столицу Мордовии автобусом соберется хотя бы половина тех, кто купил билет на футбольные матчи Чемпионата мира. Поэтому принято решение – с 15 июня до конца месяца автовокзал будет работать как днем, так и ночью. В основном эти рейсы предусмотрены под отправление поездов в московском направлении в ночное время. То есть это где-то порядка 3-5 рейсов получается в ночь. Актуальны эти рейсы, я думаю, что все-таки будут пользоваться спросом данной рейсы. Если же желающих посетить два самых крупных города Мордовии будет очень много, переживать не стоит. Если возникнет необходимость, изменения будут внесены и в дневную, достаточно частую сетку рейсов. Днем расписание рейсов как бы не меняется. То есть это где-то порядка у нас 30-40 рейсов. То есть они будут все ходить в штатном режиме. Днем только по необходимости. То есть дополнительно будут организованы рейсы в случае увеличения пассажиропотока. Только позаботиться лучше заранее. Заблаговременно расписать маршрут и купить проездные билеты на официальном сайте автовокзала. Все для удобства. Можно выбрать необходимое время, подходящую стоимость билета, воспользоваться безналичным расчетом. При покупке нужно только запомнить код. А на автовокзале не позже, чем за 10 минут до отправки обменять его на проездной билет. Марина Солонина, Андрей Просвиркин. Народные новости. Детский технопарк «Кванториум» открыл летнюю профильную смену. На протяжении трех недель дети будут заниматься научно-техническим творчеством, программированием и биотехнологиями. В этом году в смене примут участие 50 детей в возрасте от 10 до 18 лет. Под чутким руководством педагогов и с помощью высокотехнологичного оборудования ребята выполнят командные проекты. О работе технического лагеря «Кванториума» узнавали наши корреспонденты. Машина для сбора игрушек пользуется у ребят особой популярностью. Конструкция представляет собой макет завода с тремя техническими операциями. Установка детали, тестирование и выход ее с конвейера. Сейчас проект работает не в полную силу, но в конце лагерной смены ребята продемонстрируют все, на что способен этот робот. В каждом «Кванториуме» по 10 человек. Работают командами. Одни отвечают за написание программы, другие занимаются сборкой будущего проекта. Третьи тестируют. Он состоит из этого аккумулятора, из двигателя, из датчика наклона. Из этих кулачков, шестеренок, из пластин, из балок с выступами. Это летательный шаттл РХ-20 из знаменитых «Звездных войн», собранный Димой Паршиным и его другом Владом. Пока он только наклоняется и поднимает крылья, другие команды машина сможет выполнять в конце смены. В соседней аудитории ребята занимаются электроникой. Без помощи наставника иногда справляться трудно, но ребята ошибок не боятся. Чтобы практика проходила легко, теорию разбирают дружной командой. Задачи по физике тоже решают все вместе. По окончанию лагеря каждый защитит свой проект. Для комфортной работы здесь созданы все необходимые условия. Обучающиеся работают под руководством опытных преподавателей. Проведены необходимые инструктажи по технике безопасности. Оборудование специально подобрано для того, чтобы можно было с ним работать детям. Ну и на случай чрезвычайных, конечно, каких-то происшествий есть аптечки первой помощи. Но такого у нас не возникнет, поскольку все оборудование довольно безопасное и уже опробовано в течение двух лет работа в Кванториуме. В этом году программу лагеря скорректировали в связи с чемпионатом мира. Выездные экскурсии отменили. Вместо этого вторую половину дня ребята будут заниматься культурной массовой и спортивной деятельностью. Посещение лагеря абсолютно бесплатно. Елена Сергеева, Анастасия Яшина, Владимир Наськин. Народные новости. Еще один образовательный лагерь открылся в научно-образовательном центре Академии Успеха Мордовского педагогического института. Для его участников приготовили 19 образовательных программ по четырем направлениям наука, искусство, спорт и литературное творчество. Новых знаний будут набираться почти пять сотен школьников со всей республики. Впервые научная смена в Академии Успеха открылась в прошлом году. На дне организаторы трудились совместно с коллегами из образовательного центра «Сириус». Теперь набраться новых знаний можно не только в Сочи. Мастер-классы и лекции от кандидатов и докторов наук, именитых спортсменов, заслуженных артистов и художников проходят в Саранске. Работали и с составом преподавательским. В эту смену у нас участвует в работе шесть или семь человек людей, которых пригласили с ведущих, с других вузов страны, специалистов в той или иной отрасли или по химии, или по биологии, по искусству. В течение десяти дней школьники будут посещать лекции и мастер-классы по интересующим направлениям. Их почти два десятка от русского языка до физики. Здесь также можно освоить 3D-моделирование, робототехнику, гончарное мастерство, подтянуть иностранные языки. В этом году к английскому добавились французский и немецкий. С утра до обеда школьники будут изучать предметы по выбранным направлениям. Затем на смену преподавателям придут вожатые и увлекут разнообразными играми и творческими занятиями. Ольга Данилова, Станислав Семин, Народные новости. Спорт и искусство неразделимы. В Музее народной культуры была открыта выставка экспонатов, посвященных футбольному клубу Мордовия. Более чем за полувековое существование их накопилось огромное количество, от формы до программок. Федор Татюшев – живая легенда футбольного клуба Мордовия. Многие экспонаты прямо или косвенно связаны с ним. За семь сезонов, проведенных в футболке клуба, с 1980 по 1987 год Татюшев завоевал особую любовь болельщиков своей вдохновленной игрой. С осмотром выставки помогает как заправский экскурсовод, ибо историю клуба творил он сам. Я вот вижу и свои в 70-х годах здесь наши фотографии, значит, и почетная грамота обком комсомола, как я бывший комсорр команды, все это было в свое время отмечено, такой наградой, вот она здесь присутствует, приятно. На открытии выставки были приглашены волонтеры, и это символизирует передачу исторической памяти от старшего поколения к молодому. Сейчас с появлением новой арены в историю клуба будет вписано немало славных страниц. Важно при этом не забывать, с чего все начиналось. Именно поэтому коллекция, собранная Виталием Песковым, играет важную роль. Эта идея у меня еще зародилась в 2012 году, именно во время чемпионата мира провести, конечно, изначально в планах был музей полноценный, но, к сожалению, не получилось, и вот получилось организовать выставку. Руководство Музея народной культуры посоветовало волонтерам рассказывать болельщикам, которые совсем скоро приедут в Саранск, про выставленную экспозицию, чтобы в мире тоже немного знали про наш клуб, потому что его история тесно переплетается с историей республики. На пруду Алферова завершился чемпионат по ловле карпа. Кроме мордовских рыбаков, в них приняли участие рыболовы из Ульяновска, Пенза, Татарстана и Марий Эл. 14 команд в течение четырех дней соревновались в умении ловить карпа. Команда состояла из двух человек. У каждого участника свои рецепты приготовления при кормке и методы ловли. Ловля осуществляется на соревнованиях по ловле карпа. Это только волосяная осадка, то есть насадка на крючок не подразумевается. Но ловит спортсмен или же на какую-то кукурузу, или на бой. Чаще на бой. Карп рыба привередлива и поймать трофейный экземпляр непросто. Тем не менее, спортсмены справились. У команды Карп 13 из Саранского зачете было 17 рыб общим весом более 85 килограммов. Самый крупный потянул на 10 с лишним килограммов. Этого хватило, чтобы занять верхнюю строчку турнирной таблицы. Добавлю, что все пойманные рыбы были отпущены. В спорткомплексе Мордовия прошел четвертый этап Кубка Республики по беговелам. Соревнования проводятся под патронатом регионального Олимпийского совета, а его организаторами выступили комплексный СШОР и спорткомплекс Мордовия. Этот этап Кубка был посвящен Дню защиты детей и двухлетию развития беговелодвижения в Мордовии. Первые соревнования в истории мордовского спорта среди детей дошкольного возраста по беговелам прошли 1 июня 2016 года у спорткомплекса СШОР. Тогда на спортивном празднике было более 70 человек, половину из которых составили дети в возрасте от 3 до 7 лет. На сегодня картина почти не изменилась. Преданные поклонники беговелов на своих местах и готовы к стартам. Инициатором и идейным вдохновителем проекта является основатель велоспорта BMX в России Анатолий Беляев. Такие соревнования призваны привлечь к спорту и к олимпийскому движению детей дошкольного возраста. Всего у нас 7 этапов. В этом году по 7 этап мы определим сильнейших спортсменов в каждой возрастной группе. А у нас их 5 у мальчиков, 5 у девочек этих возрастной группы. И по итогам года все спортсмены, победители будут награждены кубками Республики Мордовия. Беговел — это своеобразная уменьшенная версия BMX. Перед тем, как сесть на байк, дети проходят подготовку в таком виде спорта. Причем популярно это далеко за пределами республики. В открытом кубке принимают участие юные спортсмены и их родители из многих регионов России. В Саранске на этих соревнованиях уже второй раз. Вообще мы ездим по всей России, ездим в Белоруссии были с ним на гонках. Так активно как бы занимаемся беговелоспортом. Участвуем не только в Саранске. Вот просто выходные в Казань ездили на соревнования. В Уфу, в Нижний Новгород, в Москву, в Самару, куда нас только не носило. Все жители республики, так или иначе следящие за спортивной тематикой, помнят про соревнования по ледовому спидвею на стадионе светотехника. И Юнира Базеева, который с 2002 по 2006 год вместе со сборной Мордовии занимал первые, вторые, третьи места в чемпионатах России и других соревнованиях. Сегодня его сын Марсель фаворит в беговелах. Мотоцикл ему пока великоват, а вот этот мини-байк в самый раз. Сейчас мы уже пересели на BMX велосипед, занимаемся BMX, мы участвуем тоже в соревнованиях, но такой маленькой категории в BMX нету. Мы занимаемся в категории десятый год и моложе. Были соревнования недавно в Пензе, заняли второе место. Были соревнования в Розаевке, там тоже заняли второе место. Так что приоритет у нас теперь уже, конечно, на BMX спорт. Но поскольку категория 5 плюс еще гоняет на беговелах, поэтому мы ее завершим. Завершится проект в ноябре текущего года финальными соревнованиями. По результатам очередного этапа каждый участник и команда детских садов будут пополнять свою копилку баллами. По итогам всех состязаний победители и призеры личного и командного зачета получат награды и ценные призы. На этом все. Далее будет прогноз погоды. В студии был Никита Борискин. Увидимся на НТМ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова